Всем привет! Думаю, что многие из вас соскучились по издевательствам над смартфонами. Давайте же продолжим испытывать их на прочность. На этот раз компания Blackview решила пожертвовать мне свой смартфон для испытаний. Характеристики этого аппарата вы сейчас видите на экране. Производитель заявляет, что этот смартфон защищен по технологии IP68, то есть может работать под водой. Проверим, так ли это. Для создания более суровых условий испытания я взял ведро воды и добавил в нее килограмм поваренной соли, чтобы сделать среду в растворе более агрессивной. Также, чтобы вода имела меньше коэффициент поверхностного натяжения и лучше смогла проникнуть в какие-нибудь щели в телефоне. Я добавил в воду немного жидкого мыла. Я оставил телефон в таком растворе на ночь, чтобы сымитировать пребывание такого смартфона, например, на дне мертвого моря. Прошло около 12 часов. Кстати, на поверхности воды начали уже образовываться пузыри. Я думаю, что это водород. При поджигании они загораются, так что мои догадки оказались верны. Я достой смартфон и сразу же вижу, что добавление соли не прошло даром. Алюминиевый корпус в присутствии хлорид ионов в растворе начал потихоньку реагировать с водой и растворяться. Однако, даже с полурастворенным корпусом этот смартфон продолжает отлично работать. Я промыл его от соли под краном и оставил сушиться. Спустя день смартфон оказался в рабочем состоянии, однако я заметил небольшое повреждение. Похоже, что из-за отсутствия заглушек соленая вода попала в разъем для наушников, замкнув контакты, отчего смартфон теперь думает, что в него вставлены наушники и не проигрывает музыку или другие звуки. Тем не менее, пришло время следующего теста на ударопрочность. Из-за больших рамок вокруг дисплея и толщины корпуса, я решил, что этот смартфон должен выдержать некоторые механические нагрузки. Например, проезд по нему двухтонного автомобиля. Думаю, вы и сами видите, что от такой нагрузки смартфон все же остался невредим и продолжает отлично работать. Пришло время поднять ставки, а именно проверить этот аппарат с помощью гравитации. Падение седьмого этажа – вот что заставит этот смартфон показать свои защищенные свойства. Три, два, один, поехали! Да, ваши глаза вас не обманули. Смартфон продолжает работать даже после такого удара. Однако, я недолго радовался такому истечению обстоятельств. Мой друг, снимавший падение смартфона снизу, от переизбытка эмоций уронил смартфон экраном вниз, после чего наступил на него со всей силы. Конечно же, от соприкосновения гранитной крошки асфальта стекло покрывавшее дисплей не выдержало и, к сожалению, растрескалось. Как всегда, этот момент никто не успел заснять, так что вам остаётся поверить мне на слово. Также, такой сильный удар смог починить неисправный разъём для наушников. Теперь аппарат может спокойно играть музыку. Что ж поделать, подумал я. Нужно из минуса сделать плюс. Вы видите, что даже с разбитым экраном смартфон также реагирует на сенсор, и экраном можно управлять. Некоторые смартфоны при разбитом экране уже теряют способность управлять сенсором, так что это делает этому аппарату ещё один плюс. Идём дальше. Корпус смартфона отчасти покрыт полирезиненным пластиком, и я решил, что можно попробовать протестировать этот аппарат на погружение не в воду, а в другое жидкое вещество, например, в ацетон. В отличие от воды, ацетон может растворять клей, которым приклеена резина к корпусу смартфона, а также разрыхлять саму резину. Это испытание должно показать также устойчивость корпуса и смартфона к другим растворителям, хотя я не уверен, что производитель подумал об этом при разработке этого аппарата. Я залил смартфон ацетоном и оставил его также на ночь. На следующее утро я сразу заметил изменения, уже через прозрачную ванночь. Видимо, мне всё-таки удалось получить тот злосчастный деметилкетон смартфона. При открытии сразу вырисовывается вся картина последствий от неправильного выбора жидкости. Резиновый корпус очень легко отклеился. Ведь ацетон растворил клей и все уплотнители, державшие корпус воедино. Тут уже можно увидеть все уплотнительные резинки, защищающие аппарат от воды. Однако против простого ацетона они бессильны. Также экран отказывается работать после такой закваски в ацетоне. Видимо, растворитель попал в слои экрана, отвечающие за формирование изображения. Да и сам экран легко теперь отделяется от корпуса. Это дало мне возможность изучить устройство жидкокристаллического экрана смартфона. От нескончаемого любопытства я даже забыл надеть перчатки. Зрителям этого видео я абсолютно не рекомендую повторять то, что вы сейчас видите на экране. Именно так и выглядят эти самые жидкие кристаллы, представляющие собой вязкую жидкость, которая принимает упорядоченную структуру под воздействием электрического поля. Хотя, если судить по работе подсветки, смартфон все еще работает, даже без экрана. Он, в принципе, реагирует на все кнопки, о чем можно судить по работе светодиодов и звуками с динамика. После просушки от остатков ацетона, я решил посмотреть, жив ли еще смартфон. Еще как жив, он даже заряжается при отсутствующем-то экране. Я думаю, что терминатору пригодился бы такой аппарат. Теперь можно спокойно с ним попрощаться в ванне из медного купороса и столовой соли. В таком растворе я хочу растворить алюминиевый корпус и остальные части смартфона, чтобы оставить только плату и аккумулятор для изучения. При погружении аппарата в такой раствор сразу же гаснут все огни подсветки, ибо у них нет шансов. В такой агрессивной среде все контакты аппарата замыкаются, образующимися наростами меди, а также электролитами раствора, и происходит смерть смартфона. Однако, не стоит расстраиваться, так как с этими опытами мы заодно изучаем все свойства современных смартфонов, противостоять суровым условиям окружающего мира. Также, в этой реакции после частичного растворения аппарата на корпусе начали расти красивые кристаллы из меди, от реакции алюминия и сульфата меди из раствора. В конце концов, спустя сутки телефон покрылся слоем медных наростов, которые на самом деле легко смываются, после чего можно уже рассмотреть саму плату аппарата, которая содержит в себе аж 6 гигабайт оперативной памяти. Аккумулятор, кстати, почти не пострадал, думаю, с ним можно провести еще один опыт. Некоторые могут догадаться какой. Я попробую замкнуть аккумулятор и посмотреть, загорится ли он, и насколько он устойчив к такому испытанию. После удара топором, аккумулятор не самовоспламеняется, это уже хорошо. Напоследок, я попробую поджечь его, чтобы загорелись легкогорящие эфиры, содержащиеся в аккумуляторе. В итоге, получается что-то наподобие факела из остатков смартфона. Хочу вас предупредить, что эти опыты были сделаны профессионалами, не пытаясь их повторить. Если вам понравился такой бронебойный аппарат, все ссылки на его покупку я оставлю в описании. А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы видеть еще много новых и интересных экспериментов. Субтитры сделал DimaTorzok